Привет, друзья, на связи Звёздный Капитан. В данном видео я расскажу вам о столкновении двух известных объектов фонда SCP. Вы узнаете, как встретились в Скромник со Стариком и что из этого получилось. Сразу пара необходимых уточнений. Во-первых, в ролике про уничтожение Скромника я в кратком виде затрагивал тему столкновения двух обсуждаемых объектов. Сейчас же вы услышите полную версию той истории. Во-вторых, указанной информации вы на сайте фонда не найдёте. Её придумали два человека. Один из них – это англоязычный ютубер, специализирующийся на SCP. Его канал называется SCP Illustrated. Все его ролики сопровождаются рисунками его собственного производства. Второй человек – это известный в SCP-шных кругах доктор Цимериан. У него не только есть канал, также посвящённый обсуждаемой теме, но он ещё и значится автором на сайте фонда. Ему принадлежит приличное количество объектов и разных рассказов. То есть люди в теме разбираются. Все ссылки на них будут в описании. Наша история начинается с отчёта по возвращению SCP-096, также именуемого как Скромник, вместо его обычного содержания. Объект был успешно обнаружен и доставлен в подготовленную для него камеру. Правда, для этого потребовалось использовать специальную вагонетку. Связано это было с тем, что Скромник был найден в позе эмбриона, менять которую на более пригодную для перемещения он отказывался. В том же самом коридоре, в котором 096-й был обнаружен, были зафиксированы следы присутствия SCP-106, также именуемого Стариком. Пол и стены в разных местах подверглись частичному разложению, что говорило о присутствии только что названного объекта. Что интересно, во время транспортировки Скромника показатели на приборах, к которым он был подключен, фиксировали существенные всплески уровня стресса. Он вскакивал до предельных значений именно в те моменты, когда 096-го провозили мимо стены Пола, которые подверглись разложению от контакта с телом Старика. Но как же так получилось, что Скромник и Старик столкнулись? Что вообще произошло между ними? Для этого нам нужно вернуться в самое начало. А началось все с того, как один из ученых фонда полз по полу от медленно идущего за ним 106-го. Мужчина был серьезно ранен, испуган и не переставая плакал. Старику это явно нравилось. Он ухмылялся, наблюдая за уползающей едой. Каждый раз, когда человек оборачивался с надеждой думая, что существо исчезнет, словно дурной сон, 106-й, ловя его испуганный взгляд, веселился и лыбился. Причем так широко, что уголки его рта почти касались ушей. Добыча, по его мнению, была превосходной. Затем перед стариком и его жертвой открылась находившаяся поблизости дверь. Из нее, медленно шагая, появилось долговязое бледное существо. У него были неприлично длинные руки, которыми тварь закрывала свое лицо. А еще вновь прибывший негромко плакал. Правда, этого было практически не слышно из-за завывания раненого человека на полу. Затем бледный поднял свою голову и встретился взглядом со стариком. Все резко изменилось. Плач создания становился все громче и громче, пока, наконец, не перерос в крик. После этого Плакс опустил свои руки и широко раскрыл пасть. Затем, хотя казалось, что это невозможно, еще шире. Старик отчетливо слышал хруст костей, в то время как челюсть гостя расширялась вниз. В итоге, остановившись где-то посередине его грудной клетки, глаза существа превратились в две крошечные щелки. Слезы ручьями текли по его щекам, а пронзительные крики эхом отражались от стен коридора. А после бледный монстр бросился вперед на свою добычу. Старика все это как будто бы не волновало. Он улыбнулся и негромко засмеялся, разводя при этом свои руки в стороны. Казалось, что он готовился обнять старого друга. Бледный врезался в 106-го с невероятной сокрушительной силой. Он схватил свою жертву длинными руками, что было мочь, и бросил ее о пол, в котором старик почти сразу же растворился. Существо, которое с этого момента уже пора называть скромником, чтобы не путаться, стало также погружаться в пол. 096-й попытался выбраться из этой жидкой ловушки, но 106-й глубоко вонзил руку в брюхо своего противника. Органы и мышцы скромника начали разжижаться от смертельного прикосновения старика, который рыскал по телу своей жертвы в поисках позвоночника. Нащупав его и ухватившись покрепче, 106-й затащил свою новую жертву во тьму. Старик улыбался, наблюдая, как скромник ударился о каменный пол в его измерении. Бедное, бледное существо, растерянное, одновременно зло оглядывалось по сторонам, а спустя несколько секунд вернулось в свое первоначальное спокойное состояние, как будто бы оно убило смотревшую на нее цель, что было неправдой. Старик, являясь богом в своем измерении, убрал из-под ног скромника пол и стал наблюдать, как он неистово дергает своими конечностями, проваливаясь в только что созданную пыточную камеру. 096-й упал на острый, словно бритва камня, которые раскромсали его плоти кожу, а после сверху, словно прессом, его накрыло еще одной стеной с острыми камнями. Затем старик временно отпустил свою жертву. Скромник был на коленях, он стонал, был весь изранен и в крови, но живой. Несмотря на всю свою прочность и выносливость, 096-й был напуган и потерян. 106-му это понравилось. Он хотел еще. Как будто бы по мановению волшебной палочки лабиринт исчез, а бледная жертва очутилась в новом аду. Это было какое-то адское поле боя. Бесконечные ряды колючей проволоки тянулись во все направления, уходя далеко за горизонт. В отдалении бахала артиллерия, ее снаряды падали везде и всюду. С воздуха по земле били самолеты. Не переставая лил дождь и шел град, из-за чего вода затапливала все, что только можно. Везде лежали тела солдат. Кто-то из них даже был еще живой. Такие бедняги кричали от боли, ожидая избавительной смерти. С небес били молнии, несмотря на дождь, все было в огне. Скромник упал с большой высоты на землю. Он попытался встать, но взрыв откинул его на несколько десятков метров в ближайшие окопы, погрузив жижу из грязи его собственной крови. Придя в себя, 096-й встал и начал бродить по окопам. При этом он непрерывно плакал, а дождь отмывал его кожу от крови. Спустя несколько секунд его покой опять нарушил наш старик. Он обмотал несчастную жертву колючей проволокой и сдавил ее так сильно, что она вошла глубоко в плоть. 106-й с наслаждением смотрел, как с тела бледного существа ручьями стекала кровь, образуя под ним целое кровавое озеро. Однако при всем при этом от 096-го не было слышно стонов боли. Старик взмахнул рукой и, подчиняясь его воле, колючая проволока стала бить 096-го по спине, срывая куски его кожи и плоти, слоя за слоем, оголяя кости. Дошло до того, что части скромника начали свисать вниз огромными лоскутами, но жертва все еще не кричала от боли. Старик выпустил 096-го из ловушки с проволокой. Бедняга упал на колени и опять принялся плакать. 106-му этого было мало, поэтому за спиной скромника упала бомба и отшвырнула его в сторону. Внезапно дождь прекратился, а вокруг двух существ разом разорвались десятки артиллерийских снарядов. Кожа 096-го пошла пузырями, а кровь закипела. Но и этого было мало. Старик похоронил его глубоко под землей. А когда скромник кое-как выбрался, он отравил на него мертвых солдат. Они издевались и пытались свою жертву, без перерыва протыкая штыками. Страдания не прекращались ни на минуту, ведь раны 096-го заживали довольно быстро. Через некоторое время солдаты связали скромника колючей проволокой. И начали срезать кожу и плоть со всего его тела, весело насвистывая какую-то песенку. После этого старик поднял свою руку в небо. В этот же миг показалась огромная птица, сделанная из перьев, костей и металла. На животе существа открылся гигантский глаз, смотрящий вниз на поле боя. Изо рта скромника забрызгали струи крови, которые полетели в сторону глаза. Спустя несколько мгновений, кровь уже вовсю вытекала из всех ран, из глаз и других отверстий. После чего взлетала в небо. К моменту, когда птица закончила пролетать над телом скромника, оно было полностью высушено. Старик приблизился к телу своей жертвы. Та еле дышала, остела его кусками, а подала гниющая плоть, словно это была мокрая бумага. Еще через несколько секунд 106-й перешел сквозь тьму, оказавшись в одном из коридоров фонда. За собой он тащил полуживое бледное тело. Старик швырнул его на пол и оглядел пристальным взглядом. Скромник уже начал отращивать новую плоть и заживлять раны. Он скрючился в позе эмбриона и непрерывно плакал. 106-й присел возле него, но 096-й боялся смотреть на своего нового друга. Довольный результатом, старик широко улыбнулся и ушел, временно оставив свою жертву в покое. Это все на сегодня. Пол и стены в разных местах подверглись чести-си-си-сюка-сюка. Скромник уже начал отрачивать новую плоть и заживлять раны. От... от... чего?